слава богу братья сестры слава богу аллилуйя бог с нами бог живой я вначале хочу прочитать псалом 107 и мы будем молиться мы будем просить божьего благословения на это служение псалом 107 готово сердце мое боже буду петь и воспевать во славе моей воспрянь псалтырь и гусли я встану рано буду славить тебя господи между народами буду воспевать тебя среди племен ибо превыше небес милость твоя и до облаков истина твоя будь превознесен выше небес боже над всею землею да будет слава твоя давайте в это утро мы вознесем богу славу вознесем ему за его милости как он написано что он многомилостивый бог любящий будем воспевать и давид говорит сердце мое готово я верю что сердце наше оно тоже готово сегодня воспевать богу славу прославлять его имя сердце наше готово чтобы слышать его слово не так ли братья сестры давайте вознесем славу богу наш небесный отец мы прославляем тебя в это утро господь и говорим тебе ты благ ты милосердный господь превыше небес милость твоя господь аллилуйя тебе и в это утро господь вместе с многими людьми вместе с детьми твоими господи боже хотим воспевать и прославлять имя твое святое господь ибо ты бог наш господь я прошу твоего благословения и на наше служение я господь который сегодня ты дал нам возможность быть вместе ты дал нам возможность господь собраться в это утро ты поднял и дал нам жизнь слава тебе господи и да будет эта слава сегодня от каждого сердца господь нашего сердца да подымается и в господь уста наши они славят себя господи я также прошу может быть кто-то на этом служении есть пришел в печали или в переживании может быть есть какое-то неверие господь но ты сегодня живой ты действуй господи да уйдет всякое неверие да уйдет всякое уныние господи божий уста прославит имя твое святое благослови нас боже молодежь нашу благослови хор который будет петь господь боже который проповедовать кто будет благослови и весь народ тебе тебе единому слава хвала честь и поклонение богу нашему во веки веков аминь аминь хвала честь и хвала честь и хвала честь и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю, Велик Ты Господь! Ты вдохну меня жизнь, Расславляю Тебя! Я славлю Тебя, Ты давно в меня жизнь Я славляю Тебя, Я славлю Тебя, Ты давно в меня жизнь Я славляю Тебя, Я славлю Тебя, Ты давно в меня жизнь Расслабляю Тебя достоин. Велик Ты, Господь! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Святый Бог, признанят Свои колени Сотни тысяч поздравлений При Тобою, Святый Бог Ответай на троне славы В обеке будь расслаблен Ты достоин, Святый Бог Преклонят Свои колени Сотни тысяч поздравлений При Тобою, Святый Бог Сотни тысяч поздравлений Сотни тысяч поздравлений Но мы хотим возвратиться в дом Отца Увезлия Духа На Свои народы Обрали потоки Мы шажим Тебя Увезлия Духа На Свои народы Обрали потоки Мы шажим Тебя Обрати взор на Свои народ И сокла земля И ждет дождя Мы Тобой не забыты Это мы оставили в Тебя Но мы хотим возвратиться в дом Отца Увезлия Духа На Свои народы Обрали потоки Мы шажим Тебя Увезлия Духа На Свои народы Обрали потоки Мы шажим Тебя ПЕВЫЙ ПОСЛЕДНИЙ Господь Савов Ты наш Искупитель И нет других Богов О Ты ПЕВЫЙ ПОСЛЕДНИЙ Господь Савов Ты наш Искупитель И нет других Богов Ты первый и последний Ты свой Савов Ты наш Искупитель И нет других Богов Ты первый и последний Ты свой Савов Ты наш Искупитель И нет других Богов О, И Слея Духа На Свои народы О, Пролей потоки Мы шажим Тебя О, И Слея Духа На Свои народы О, Пролей потоки Мы шажим Тебя Мы шажим Тебя Шажим Тебя Шажим Тебя Шажим Тебя Дух Святой Мы шажим Тебя Шажим Тебя Шажим Тебя Шажим Тебя Дух Святой Мы жаждем Тебя, жаждем Тебя, жаждем Тебя душной. Мы жаждем Тебя, жаждем Тебя, жаждем Тебя. Мы жаждем Тебя, жаждем Тебя душной. Господь, слава Тебя, 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 слав слава Тебе, Господь! Аллилуйя Тебе, вечный всемогущий, все наполняющий, присутствующий Духом Святым. На этом месте, Господь, я благодарю Тебя. Я прославляю Святое Имя Твое. Ты Бог мой, Ты защита моя, Ты опора моя, Господь. Во всякое время Твой народ собрался, дабы воздать Тебе славу, дабы воздать хвалу Тебе, мой Бог. Аллилуйя Тебе, Господь. Благослови ныне, Господь, каждую душу Твоим отцовским благословением. Да и зальется благодать Духа Святого, Господь, на каждое сердце. Да прославится имя Твое Святое в собрании народа Твоего, в церкви Твоей, в искупленных Твоих, Господь, которые куплены дорогою ценою. Аллилуйя! Слава! Слава Тебе, мой Господь! Да будут они благословенны Тобою, Господь! Да будут они в руках Твоих во всякое время. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Да будет Твое благословение на молодежи наших, Господь! На хористах наших, на всех прославляющих имя Твое Святое на детях и внуках наших. Да будет благодать Твоя! Да будет сила Духа Святого в обильной мере сегодня. Аллилуйя! 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 Слава! Слава! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе за благодать Твою и силу Духа Святого, мой Бог! Благослови, мой Господь! Весь Твой народ, всю церковь Твою, Господь! Помоги нам свято ходить пред Тобою! Помоги, Господь, держаться Слово Твоего во всякое время, Господь мой! Дабы Твоя благодать пребывала в народе Твоем! Дабы Дух Твой Святой действовал, Господь, по воле Твоей и для славы Твоей и Церкви Твоей, Бог мой! Благослови все, что будет на этом месте, Господь мой! Проповеди братьев наших благослови, Господь мой! Поющих и играющих, Господи, всех обильно благослови! И всех, Господь, присутствующих в Доме Твоем, не пройди мимо ни одной души, Господь, сегодня! Благослови тех, кто будет смотреть собрание наше онлайн, Господь мой! Да будут дни тоже, Господь, Тобою благословенны! Да будут дни наполнены Духом Твоим Святым, Господь мой! От присутствия славы Твоей, Господь мой! Тебе хвала и благодарение! Вечный наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Аминь! Аминь! Слава Богу! Слава Богу! Продолжение следует... 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 Давайте откроем послание Луки... Продолжение следует... Продолжение следует... Восьмая глава... Сороковой стих... Слава Богу! Сороковой стих... Извините, пожалуйста... Продолжение следует... 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 Но когда мы знаем Его только просто как учителя, то единственный раз, когда мы видим Иисуса, молимся Иисусу, служим или поем Иисусу, это в церкви. И мы приходим в церковь как на класс. Раз, два, три, четыре раза в неделю. И там есть те, кто слушает, и те, кто не слушает. Те, кто учится, и те, кто не учится. И те, кто исполняет, и кто-то не исполняет. И неважно, где я нахожусь среди этих людей, проблема в том, что я не знаю. То есть я только знаю Его, Иисуса, только как учителя. И как я живу, доказывает это. Конечно, слушать и выполнять это намного лучше, чем вообще не выполнять или вообще не слушать. Но если Он не Господь и Бог моей жизни, то я не буду знать Иисуса, и Он не будет знать меня. Я много могу знать об Иисусе, но никогда не знать Его. И вот почему так много людей и другие религии говорят, что Иисус, Он есть, Он был хорошим учителем, Иисус был пророком, и даже некоторые, что Иисус от Бога и не грешил. И Сатана, и Его бесы не боятся это говорить. Не боятся, потому что они же знают, кто есть Иисус. Но они заставят всех поверить, что Он не Сын Божий и не путь к небесам. Но мы не такие, да? Мы не приходим к Иисусу просто как к учителям нашему, я верю. Мы верим в Господа Иисуса Христа, который жив, и Он наш Бог. Слава Ему! Ну так давайте жить так, чтобы Он действительно был Господом и Богом нашей жизни. Написано, Христос теперь живет во мне. А если Христос живет во мне, то я буду приносить плоды праведности. А теперь давайте посмотрим на учеников Иисуса. Ведь в этот момент, я буду читать из главы 9, стих 37. В этот момент ученики уже знали Иисуса как Христос, Сын Божий. Но у них была одна небольшая проблема. Давайте прочитаем 37 стих и ниже. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило Его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул. Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего. Он один у меня. Его схватывает дух, и Он внезапно вскрикивает и терзает его. Так что Он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих знать Его, и они не могли. Иисус же, отвечая, сказал, «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и стелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивились величию Божию. Когда же все удивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим, «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них. Так что они не постигли его. А спросить его о всем слове боялись. И вот Иисус исцеляет мальчика, и все удивляются. Ученики не смогли этого сделать, а Иисус изгоняет беса, и все удивляются. И пока все стоят, наверное, с открытыми ртами, Иисус обращается к Своим ученикам уже, не к толпе, а к Своим ученикам, и говорит, «Вложите слова все в уши ваши». Почему вы стоите и удивляетесь чуду? Много раз же Иисус так говорил Своим ученикам. Перестаньте думать об этих чудесах и начните думать о воле Божией, о том, что Сын человеческий должен быть предан в руки людей. Но они не поняли. И это было скрыто от них. А какая воля Божия для меня вообще? Или я слишком занятый чем-то другим, что не понимаем совершенной воли Божией? И она скрыта от нас. И сразу же после этого среди уничников начинается спор или мысль о том, кто из них больше. Иисус отвечает и говорит им, «Кто из вас меньше всех, тот будет велик». Вот часть воли Божией. Иисус нас учит. Как Он пришел на эту землю служить другим. Он был меньше всех. И так и мы. Если будем меньше всех, то будем велики на небесах. И последнее. Те, кто верят в Иисуса, кто готовы следовать за Ним и исполнять Его волю, но они не готовы к цене. Им нужно сначала что-то другое сделать, другое дело закончить, а потом уже пойдут за Ним. Давайте прочитаем ту же главу, стих 57, и чуть ниже. И по 57. Случилось, что, когда они были в пути, некто сказал Ему, «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Иисус сказал Ему, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал, «Следуй за Мною». И тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал Ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а Ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал, «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал Ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Знаем ли мы, где стоим? Или ищем ли мы Божью волю для своей жизни? И готовы мы следовать за Иисусом Христом как Господом и Богом всей нашей жизни? Да благословит нас Бог, да помилует нас и да совершит Дух Святой свою работу, только через Духа Святого в эти последние дни. Чтобы мы были верными, чтобы мы так встретились, имели встречу с Иисусом здесь на земле и познали совершенную волю Божию для нашей жизни. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся? Помолимся? Аллилуйя, Jesus. Thank you, Jesus. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Иисус. That you are so patient with every single one of us. Thank you, Jesus. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Дух Святой. Through your work, Holy Spirit, touch every heart, Father God, in your timing, according to your will, so that we know. Слава Тебе, Иисус. О, Father God, помоли, и нас помоли, Lord, have mercy on us, Lord Jesus. So that we don't come to you, Lord, just like a teacher is to do the right thing, Father God, but that we know you, Lord, in our lives every single way. Every single day of our lives, we know you, we walk with you, Father God. Слава Тебе, иисус. О, благослови каждого и нас, Father God. Thank you, Holy Spirit, touch every heart, do your work, Lord, because without you, Holy Spirit, we cannot do anything, Lord, without you. We cannot serve you. О, Father God, bless every single one of us. May your will be done, Lord, добудет воля Твоя. в это последнее время, чтобы мы были готовы, ибо трудное время приходит, приходит, и будет очень трудно, чтобы мы были готовы, с Тобой ушли, и знали Твою волю, с Тобой мы пройдем. Аллилуйя, Господь мой, Аллилуйя, слава Тебе, Jesus. Thank you, Jesus, Holy Spirit, да будет воля Твоя, Тебе за все слава, Отец, и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, пока хор будет петь, нам еще нужно будет помолиться после хора за ребенка, благословить его. Поэтому во время хора, пожалуйста, Юра и Виктория Таран, подойдите сюда наперед. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Божьи. Божьи наследие, на эти Божьи подарки. И сколько дети приносят в нашу жизнь радость. Я как-то, знаете, вот как-то думал, сравнивал. Вот когда рождается ребенок, он приносит какую-то жизнь. В доме появляется, знаете, как будто весна, вот на улице, все зацветает, жизнь появляется, пробуждается. Вот дети как маленькие, когда они рождаются. Слава Богу. И очень нам, братья и сестры, я верю, что нам всем очень приятно сегодня, вот, что они принесли своего ребенка в дом Божий, чтобы помолиться, попросить Божьего благословения. И я прошу сегодня каждого, кто есть на этом месте, братья и сестры, мы будем идти к молитве через какое-то время. Подумайте, когда мы будем молиться. Может быть, подготовьте эти слова, чтобы мы все вместе, как церковь, помолились за эту семью, за этого ребенка, благословили. Подумайте, может быть, что мы будем говорить Господу самые лучшие, самые прекрасные слова, самые прекрасные пожелания, что мы могли сказать в адрес этой семьи, этого ребенка. Вот эта семья молодая, у них есть желание, чтобы помолиться за их ребенка. И они ждут нашей молитвы. Да поможет нам Господь. Прежде чем мы будем молиться, я хочу прочитать одно место Священного Писания. Это будет первая книга царств, первая глава, два последних стиха, 27 и 28. Первая книга царств, первая глава, 27 и 28 стих. Это Анна говорит, да, эта женщина, она нам знакома, мы знаем, что этой женщины, у нее был хороший муж, да, семья была, но у нее была печаль. У них, у нее не было детей. И вот они приходят на жертвоприношение, а у нее печаль. И муж ей говорит, ну что такое, кажется, я уже тебе все стараюсь сделать, чтобы ты, может быть, радостная была, да? Братья, нам приятно, когда наши жены не радуются, правда, братья? Мы же стараемся сделать все, чтобы наши жены были счастливы, не так ли, братья? Аминь. Аминь, вот, хотя есть один, слава Богу. Я думаю, что, да. И вот этот муж, он говорит, почему у тебя печаль? Ребенка, детей нету. И она молится пред Господом, просит, да. И мы знаем эту историю, не буду повторять, но вот уже пришло время, Бог услышал ее молитву, Бог услышал слова священника, который был, который сказал, иди, Бог даст тебе. И вот этот родился ребенок, Самуил она его назвала. И приходит какое-то определенное время, он чуть-чуть подрос. Он был, не знаю, сколько было ему лет, подрос этот мальчик. И она приносит его и говорит такие слова. Об этом детяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу. Я когда рассуждал об этом, что сделала Анна, вы знаете, с одной стороны, как отец, вот может быть как мама здесь, отдать вот это самое дорогое, самое ценное, отдать то, что она ждала, о чем она молилась, о чем она плакала. И вот Господь дал ей этот прекрасный подарок. И она говорит, я молилась об этом детяти, я просила. Господь услышал меня, и вот теперь я его посвящаю Господу на все дни жизни его. То, что сделала Анна, это была, я бы сказал, очень большая жертва. Мы все отцы и матери, да, ну вот большинство из нас, мы знаем, что как вот, ну а мы видим, какое благословение было в том, что она сделала. Мы знаем, что из этого мальчика Самуила вырос великий пророк Божий. Вырос тот, еще он был маленьким, еще был подростком, и Господь посмотрел на его сердце, на его преданность и начал с ним говорить, Господь. Я думаю, Господи, помоги, действительно, да, вот то, что мы отдаем Господу, то, что мы посвящаем Господу, это какая-то жертва, это что-то, что может быть мы отрываем. Но вместе с тем, когда мы отдаем Господу, мы никогда не теряем, мы просто приобретаем, мы приобретаем благословение Божие. Когда наших детей мы посвящаем Господу, это великое, великое благословение. И я верю сегодня, что Юра и Виктория, что они тоже желают посвятить этого мальчика, которого они назвали Назар, вот, уже ему 7 месяцев, да, вот, они желают, чтобы церковь сегодня помолилась. Братья и сестры, я верю, что наши сердца открыты, мы готовы молиться за эту семью, за этого ребенка? Давайте мы сейчас вместе все встанем. Порядок нашей молитвы будет такой. Помолится Юра, как глава семьи, потому что на родителях лежит ответственность за воспитание детей. На родителях лежит эта ответственность, а дети не только нам приносят радость, да, и это прекрасно, но еще ответственность за воспитание, за наставление, за то, как мы воспитываем наших детей. Вот, пусть Юра помолится, как глава семьи, пускай не посвятает этого ребенка Господу, а мы потом, как церковь, мы все будем молиться, мы будем благословлять на самое прекрасное, на самое хорошее в нашей жизни. Молимся, Братья Иисусу. Дорогой Господь, слава Тебе, благодарение за милость, за любовь Твою, Иисусу, за то, что даешь эти дни жизни для нас, Иисусу, за то, что благословляешь, хранишь, оберегаешь, Иисусу, благодарим Тебя, Иисусу, за то, что Ты, Господи, даешь, Господи, таких прекрасных детей, Господи, в нашу жизнь, Иисусу, мы благодарны Тебе за это, Иисусу. Мы просим Твоего благословения, Иисус, над Назаром, Иисус. Ты видишь, какой он, Господи, маленький, какой он хороший, Иисус. Мы просим, Господи, чтобы Ты, Господи, держал его в своих руках, чтобы Ты его охранял, Иисус, чтобы Ты был всегда с ним, Иисус, чтобы он, Господи, вырос христианином, Иисус. Также прошу Тебя, Иисус, дай нам, Господи, мудрости, Господи, чтобы, Господи, вырастить его достойным Тебе, Иисус, чтобы он, Господи, был похож на Тебя, Иисус. спросим тебя, во имя Иисуса Христа, благослови и прибудь во все дни жизни Его, которые ты даровал Ему на этой земле. Аминь. Церковь, дорогая, давайте мы сейчас вознесем молитву. Наш Небесный Отец, мы вместе с родителями сегодня радуемся. Господь, за этот прекрасный подарок, за этого Сына, Господь, который Ты подарил в их жизни. Отец, и мы сегодня просим, Боже, Твоего благословения. Мы просим благословения на жизнь этого ребенка, на жизнь этого, Господь. Мы называем брата, Твоего мужа, Господь, которого Ты избрал и дал, Господь, ему родиться в этот мир. Я прошу Тебя, Господи, чтобы он с самого юного возраста и до конца своей жизни, Господь, открыл свое сердце для Тебя, возлюбил Тебя, служил Тебе, Господи, чтобы все его желания были, Господь, чтобы служить Господу живому, святому. Аллилуйя. Господи, благослови Ты Его. Мы также просим Тебя, Отец Небесный, о Его, Господь, здоровья, чтобы Он никогда не болел. Господи, мы просим о Твоей защите, Господь, пускай защита крови Иисуса Христа будет над Ним, над Его душой, над Его телом. Господи, мы просим Твоей милости и Твоего благословения. Мы просим о Его доброй судьбе, Господи. Мы просим, Господи, Боже, и о материальном благословении на Его жизнь. Благослови, Господи. Я также прошу Тебя, благослови Юру и благослови Викторию, Господи. Ты, Господи, это уже третий ребенок, который Ты подарил в их жизни, Господи. Да будут дети им в радость, Господь. Да будут дети, они приносят им, Господи Боже, эту радость, которую, Господи, Ты даешь, Отец Небесный. И да служат они всей своей семьей Тебе, живому Господу. Господи, нам приятно быть, Господь. Нам приятно, Господь, когда в наших семьях рождаются дети, когда приходит жизнь. Боже, но в этом мире, Господь, где мы живем, так много сегодня есть всяких искушений, переживаний, Господь. Но мы вспоминаем слова Иисуса Навина, который когда-то сказал, «А я и мой дом, мы будем служить Господу». Господи, пускай в верующих семьях будет Твой свет. Пускай в верующих семьях, Господь, будет в каждом, Господь, в каждой семье будет это решение, что я и мой дом, мы будем служить Господу. Господь, мы еще раз благословляем этого ребенка, Господь, именем Иисуса Христа, именем живым, Господь, да прославишься Ты во всем. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит Вас, Вашего ребенка, мы рады за Вас, Божьих благословений. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он претерпел бесожженье в том отчаянном сражении, пророчество о нем спылось. Свершилось нам спасенье ныне, воскрес Христос, прощенье в сыне. Грехи он наши на себе понес, воистину воскрес Христос. Он добровольно шел на жертву, безропотно был предан смерти. Но не смогли урода сдержать спасителя Христа, на нем проклятие требовалось. Свершилось нам спасенье ныне, воскрес Христос, прощенье в сыне. Грехи он наши на себе понес, воистину воскрес Христос. Поистину воскрес Христос. Воскрес Христос. Свершилось нам спасенье ныне, воскрес Христос. Прощенье в сыне, грехи он наши на себе понес, воистину воскрес Христос. Свершилось нам спасенье ныне, воскрес Христос. Прощенье в сыне, грехи он наши на себе понес, воистину воскрес Христос. Воистину воскрес Христос. Воистину воскрес Христос. Надежды воскрес Христос. Прощенье в сыне, грехи он наши на себе понес. Обезображен и смучен Божий Сын, как велика сила Божьей любви, как дорога цена искупления нашей души. Свершилась я исцелен, свершилась я Богом прощен, свершилась, жизнь обрела новый сын, свершилась, свершилась, на небесах буду вечная с ней. Обезображен и смучен Он был, пригвожден ко кресту Божий Сын, как велика сила Божьей любви, как дорога цена искупления нашей души. Свершилась я исцелен, свершилась я Богом прощен, свершилась, жизнь обрела новый сын, свершилась, свершилась, на небесах буду вечная с ней. Божий Сын, как велика сила Божьей любви, свершилась я исцелев, свершилась я исцелен, свершилась я Богом прощен, свершилась, жизнь обрела новый сын, свершилась, свершилась, На небеса кудру вечная сни Свящилась, сияет серёк Свящилась, все что-то преждёт Свящилась, жизнь забрела новых сней Свящилась, свящилась На небеса кудру вечная сни Свящилась, свящилась На небеса кудру вечная сни Мой Бог жива Слава Богу, дорогая церковь, дорогая семья Сейчас будет молитва за нужды За наши переживания Благодарение Богу Прежде чем мы будем молиться Я бы хотел спросить Кто считает себя спасённым? Хорошо Слава Богу, есть спасённые От чего вы спасены? Ну, если вы спасённые Что это означает для вас? Хорошо Сейчас буду читать очень важные слова Которые Я прочитаю Это Колоссянам 1 глава С 12 стиха Я буду читать В новом русском переводе Чтобы это было понятно Насколько это сильно и мощно Начинается он 12 стих Благодарите Отца Который сделал вас достойными Благодарите Отца Который сделал вас всех достойными Получить часть В наследии святых во свете Вы Сделались достойными Получить часть В его царстве Он Избавил нас Вот От чего мы спасены? Он избавил нас От власти тьмы И ввёл нас в царство Своего любимого Сына Смотрите До Христа Что происходит Говорит Вы были во тьме Вы были во тьме Но Через Сына Через Иисуса Христа Вот Я здесь Вот это тёмное место Пусть будет Иисус говорит Я Вывел Я пожелал Ввести в свет Свой Сына Своего Там где была тьма Там где было всё Подчинено В этой темноте Там на небе Я хочу Чего-то большего Для них Они достойны Они достойны Чтобы я их Вёл в свет Они достойны Получить часть Моего наследия То что мне Отец дал Понимаете Насколько это мощно Это преображение Того что ума было Которое было во тьме Он говорит Я в свет тебя ввожу Я даю тебе новое мысление Я тебе даю Новое понимание Ты во свете Ты в царстве Сына уже Ты не там Это не потому что Ты заработал Или что-то ты сделал Такого чтобы заработать Потому что Так я решил Там на небе Прозвисло какой-то Не знаю Совет Я хочу так сделать Я хочу сделать Он Избавил нас От власти тьмы И вёл нас Царство своего Любимого Сына Любимого Сына Через Жертвенную Смерть Которого Мы Обрели Искупление И прощение Грехов Через Жертвенную Смерть Животных Достаточно мне Я хочу Другую Жертву Которая сделает Вас Меня Частью Царства Почему я это говорю? Потому что Мы сейчас будем молиться Я знаю что Может мало поступило Сейчас Нужд Они есть Но они есть В каждом из вас И когда мы начнём понимать Кто мы И где мы Находимся Наши молитвы Я верю Будут меняться Они должны меняться Понимая Что мы Имеем во Христе Не потому что мы заслужили Потому что Он Он так решил Он так сказал Его Слово Оно стоит Оно Оно написано Он дал его Сказал Так должно быть Я так хочу Его воля И 15 стих Он видимый образ Невидимого Бога И Он Превыше Всего творения Он Видимый Представьте Он говорит Он видимый образ Невидимого Бога Другими словами Я позволяю вам Видеть Моего Сына Вашим духовным зрением Я позволю вам Увидеть то что Вы никогда не видели Вы сможете Это делать Вы сможете видеть Его Вообще не с Ним Это вам будет доступно И никто не может Этого запретить Или помешать вам Потому что Я так хочу Ну не Ну не благословенны ли мы Не чудны ли Бог Сколько нам дашь Ему слава Представьте себе Вы достойны Даже если ты считаешь Недостойный Сейчас ты будешь стоять на молитве Молиться Я недостойный Потому что я оступился Потому что Павел Ты достойный Сейчас просто прими Скажи мне Свои боли Свои переживания Ты достойный Я хочу тебя вывести С этой темноты Я уже это сделал Только Возьми меня за руку Возьми меня за руку Я поведу тебя Я выведу тебя Оттуда Я это сделал уже Это не будущее Это все написано Я сделал Свершилось Это свершилось О Господь Слава Тим Мы в другом царстве Где Наш разум Наша воля Все подчинено Его царству Там где все другое Представьте Если вы были Ну я не знаю Как вас еще Я не собираюсь вас убеждать Но вы жили в Советском Союзе Но вы приехали в эту страну Да У вас было же какое-то такое Немножко шок какой-то Культурный Да там Да Может молодежи сейчас смешно Когда двери открываются Сами Или еще что-то Понимаете Вот так и там Когда ты со тьмы выходишь Это должно тебя Не просто Изменять Вот оно А я и не знал Что так может быть Я не знал А так и есть Потому что царь сказал Потому что царь сказал так Потому что он так сказал И так будет Так есть Аллилуйя Слава Ему Господи Аллилуйя Мы будем молиться сейчас Мы будем благодарить Бога Здесь есть Благодарности Дэниел Дэниел Вы помните Аллилуйя Мы молились за его дочь Она нашлась Может быть не в лучшем состоянии Но Слава Богу Она нашлась Дэниел Мы очень рады за тебя Что она все-таки нашлась Мы верили Знаете Молились И вот было такое что Ну найдется Найдется Господь Ты же живой Ты же тот Кто Господи говорит На начало и конец Альфа и Омега Ты Над всем Господь И ты последнее слово Так можешь сказать Слава Богу Я верю Что он выведет ее Из царства тьмы В царство света Своего любимого Возлюбленного сына Будем молиться за это Саша Семья Якимовых просит Чтобы молиться за родителей У них сильные боли Чтобы Господь Помог им в этом Я не знаю Не было записок Не было никаких Да За кемп я сейчас Я просто думаю Если я не пропустил Если есть может Какие-то нужды Вы хотите сказать Мы будем молиться Заявите сейчас Не стесняйтесь Не бойтесь Да За Израиль За Украину Да Также Будет Братский кемп 25 по 27 апреля Пожалуйста Молитесь также За наших братьев За нас Чтобы Господь Помог нам Быть в мире В покое В единстве Английское собрание На 4 часа Давайте мы Привстанем Мы Молились за Игнатович Николая На этой неделе Также Будем сейчас Помнить об этом Господь Ты живой Отец Ты наш отец И мы Сейчас Просто по-детски Проносим тебе эти нужды Переживания Ты видишь Господи Дэниела Его переживания Его боль Отцовскую Господь за его дочь И что произошло Господи Но Ты Отец Который помог найти ее Господь и сейчас Мы просим Чтобы ты ввел ее Вывел из царства тьмы Чтобы ты ввел из той темноты Где ничего не видно Где Господи во свет Господи Ты приведешь Я верю что ты приведешь ее Ты коснешься ее Господь Эти твои пути Мы даже не знаем Иногда мы Не можем даже представить Как ты это сделаешь Но ты Можешь сделать это Слава тебе И ты уже сделал Ты уже заплатил цену Господь И я верю Господь Мы верим что она примет Господь тебя Слава тебе Мой Иисус Господь Ты видишь сколько переживаний В народе твоем Отец Я прошу тебя Во имя Иисуса Господь Да будет разрешаться Господь Ты Знаешь все наши Воздыхания Господь Когда нам тяжело и трудно Мы сами иногда не можем Их описать Сказать Даже самим иногда Признаться себе Не понимая что происходит А ты их знаешь уже Ты уже их знаешь И ты выходишь на встречу И ты Пытаешься врачевать Подымать Укреплять Наполняешь твоим миром Потому что настоящий мир Может прийти только от тебя Ничего Никто не может нам дать Ни люди Никто Только ты Господь Через тебя пришла эта благодать Господь Которая Господи Дает покой и мир Слава тебе Благослови и исцели Господь Всех кто нуждается в исцелении Именем Иисуса Ты взял на себя все болезни Все недуги Все переживания наши Взял Господь Ты дал мир нашему сердцам Нашим Господь И пусть так будет в народе Ты уже это сделал Отец И мы твоим именем Поразглашаем Твое исцеление Победу Господь В тела Господь В разуме Господь Там где мышление возможно Господь засорилось Изменяй его Господь Пусть свет там просияет Господь Твой свет Иисус Слава тебе Отец Благослови Господь Благослови Господь Родители Господь Смия Кимовы Господь Да будет Твоё исцеление Да будет Твоя победа Господь В них Господь Ты видишь и знаешь их преклонный возраст И всё Господь У нас у всех есть родители Господь И Ты знаешь все переживания наши Господь Иногда Господь Дети переживают за родителей Благослови Господь Пусть мир Твой будет в сердцах наших Господь Слава тебе Отец Благослови Украину Ты видишь и знаешь что происходит Там Отец Израиль Дети войны Что происходит Мы молим Господи Чтобы Ты сохранил народ Господь Чтобы Ты Господи видите сколько людей гибнут Эти люди Многие не знают Тебя Господь Они не знают Господь Они в темноте были Господь Но мы желаем Чтобы они в свете Господь Были Твоем мой Иисус Чтобы в твоём свете Отец мой Слава тебе Мой Боже Аллилуйя тебе Отец Благослови Господь Ганнатович Николая, Господь Его дом, Его семью, Его детей, Внука, Господь Даруй силы, крепости Ему, Отец Ты видишь и знаешь Его, Господи Переживания, Господь Господи, мир Твой, Господь, который превыше Всякого разумения и понимания Будет в Нем, Отец мой, и в нас во всех, Господь мой Благослови нашу Церковь, Отец Благослови нашу большую семью Прекрасную семью, нашу молодежь, Отец Благослови, Отец, Ты видишь и знаешь Их переживания, с чем они сталкиваются сейчас в этой жизни, Господь, и пусть Твое имя, Господь, пусть они, Господи, не просто, Господь, будет, их, Господи, вера, Господи, стоит не просто на каких-то обетованиях, Господи, которые человеческие, но на Твоем, Господь, на Тебе, пусть Ты будешь краеугольным камнем, Господь, их жизни, пусть на Тебе они строят, Отец, и чтобы, Господь, когда будет, Господь, огонь, чтобы Он, Господи, чтобы выстояло их дело, Отец, у каждого из них свое предназначение, у каждого, Господи, у Тебя для них план, Господь, Аллилуйя, Господь мой, благослови каждого из них, Господь, ты видишь и знаешь их, это твои служители, это твоя армия, это твоя армия, отец, которую ты, Господь, готовишь, Господь, которую ты готовишь, Господь мой, это последнее время, Господь. Господи, пусть они каждый знает тебя, Господь, пусть они познают тебя, не просто знают о тебе, но познают тебя, Господь, близко, Господь мой, близко, Господь, какой ты любящий и милущий, как ты прекрасен, твою силу, твою, Господь, благодать, Господь, слава тебе, благослови, Господь, благослови, Господь, благослови, Господь, нашу церковь, Господь, благослови это материальное служение, Господь мой. Господи, если вдруг что-то мы упустили Упустили Господь каких-то нужд Отец, благослови, я прошу Тебя Ты живой, Ты чудный, Ты прекрасен Тебе за все добудет слава и хвала Во имя Иисуса мы просим Аминь Материальное служение Время пения Господь, спасение мое Упование мое И не страшен не враг Господь, спасение мое Господь, сила моя И пение мое Я напьюсь из источника Жизни его И скажу я в тот день Славлю Тебя То, что в праведный гнев Обратило меня И в смертенье души Я скорбел и взывал Только Господь, в силу Меня утешал Бог, спасение мое Упование мое И не страшен не враг Бог, спасение мое Господь, сила моя И пение мое Я напьюсь из источника Жизни его И скажу я в тот день Славлю Тебя То, что в праведный гнев Обратило меня Из-за тени души Я скорбел и взывал Только Господь, в силу Меня утешал Бог, спасение мое И не страшен не враг Бог, спасение мое Господь, сила моя И пение мое Я напьюсь из источника Жизни его Бог, спасение мое Бог, спасение мое Господь, спасение мое Бог, спасение мое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Утешайся Господа Мой Он исполнит желание сердца Твоего Придай Господу Путь Твой И уповай на Него И он совершит And the next passage of scripture that I want to bring up is Matthew 7 verses 7 through 8 И последнее и следующее место это Евангелие от Матвея 7 глава 7 и 8 стих Asking it shall be given unto you seek and you shall find knock and it shall be opened unto you for everyone that asketh receiveth and he that seeketh findeth and to him that knocketh it shall be opened I would admit that these are all really great passages of scripture that when we pray, when we ask God for something he will answer however I want to bring up a few more passages of scripture another very well known verse is Romans 8.28 and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose but I want to highlight two things in that verse the words all things suggests the good and the bad things not just the good and then to them who are called according to his purpose in that phrase so to them is the Christians, the true believers in Christ and then according to his purpose which is suggesting God's will относительно его воли говорит о том, что есть его цель его воля and then the next passage that I want to bring up is 1 Peter 4 и следующее место в Писании это первое послание Петра looking at verses 16 and 19 первое Петра четвертая глава семнадцатый шестнадцатый семнадцатый и девятнадцатый стих so just those two verses we're going to be looking at only verses 16 and 19 шестнадцатый и девятнадцатый стих yet if any man suffer as a Christian let him not be ashamed but let him glorify God on his behalf а если как христианин то не стыдись но прославляй Бога за такую участь and then verse 19 wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him and well doing as unto a faithful creator и в девятнадцатом стихе и так страждущие по воле Божьей предадут ему как верному создателю души свои делая добро and the last passage that I want to bring up is I believe very familiar to every single one of us here и последнее место писания которое хотел бы привести в пример мы все его знаем we all repeat this in the prayer at the end of every single service мы повторяем эти слова в конце каждого служения Matthew chapter number 6 verse number 10 we don't need to turn there you can just recite the whole prayer нам не нужно даже открывать это из молитвы очень наш пусть будет воля твоя на земле как и на небе let thy will be done on earth as it is in heaven see in my personal faith walk в моем собственном хождении в вере I realized that there are three answers to prayers that God gives yes wait and no we don't like the last one I will admit we don't like because when we pray and ask God for healing God please turn the situation around whatever the case may be that's our will that's what we as humans want когда мы молимся о исцелении мы желаем и просим этого исцеления это обычно то что наше желание как людей now God may answer the prayer and say yes the healing will come to pass yes the situation will turn around Бог конечно может ответить и исцелить и сделать это но иногда Бог говорит нет I've seen this many times in my life where I pray I'm on my knees and I'm praying and still the answer from God is no я также много часто встречал когда я молился о том чтобы Бог что-то изменил но Божий ответ был нет but how but you might think how could a loving powerful God merciful God say no to my prayer конечно мы можем задаться вопросом и спросить как же любящий всеобъемлющий Бог может ответить на мою молитву нет it's because God is sovereign потому что Бог он сувениритетный Бог the word sovereign means possessing ultimate or supreme power essentially describing God и значение слова суверенитетный это то что он обладает абсолютной последним словом он обладает абсолютной силой see the universe is his we are his creation we belong to him вся вселенная принадлежит ему и мы принадлежим ему so he gets to decide what he can do which is a scary thought for some of us and sometimes we don't understand why God allows these certain situations and we pray and God still says no to kind of bring it into perspective how many of you here enjoy playing chess just raise your hands silly illustration just raise your hands there's like nobody here okay sounds good alright so this is a little bit this is going to be a little bit easier to demonstrate you see sometimes players make moves that to the visible eye it doesn't make any sense at that moment in time but then the more advanced he is in the game he can make moves that will not be understood in 20 moves in advance see God is a bit smarter than we are okay so he can make a certain move so to speak and we won't understand it in a billion moves another another thing I want to bring up is when my dad was preaching at Lifeline last Sunday he brought in comparison of the earth if the earth were the size of a golf ball I don't have one with me unfortunately then the largest star known to man in comparison to that golf ball sized earth then this star would be the size of Mount Everest which is about five and a half miles in height that's just the star I didn't mention the galaxies or the space in between and then you look at that golf ball sized earth and try to pinpoint where you are we are so insignificant compared to God's other creation yet he wants a relationship with us and he knows what's best for us and yet here we are so small and we're telling God what he should do so what do we do when God says no so what do we do when God says no in first Peter it says that let them commit unto God see see we either have a choice we have a choice to either commit to God and say God I don't know what you're doing but I'm still going to remain faithful in you because you've always been faithful to me or we have a choice to say God I don't care what you're doing anymore this is ridiculous why aren't you following what I had planned the last passage I want to bring up is Jeremiah chapter number 18 so in this passage God tells the prophet Isaiah to go to the potter's house and he tells Isaiah in verse 6 behold as the clay is in the potter's hand so are ye in mine hand O house of Israel God is the potter and we are the clay all what we need to do is just sit tight and let God do his work in us and sometimes the process requires God to break it apart where we pray and say God why are you doing this to me I don't like it God can you please let this pass over me and God says no why it's because for our own good it's only through difficult times that we actually grow in him so I want to leave with a word of encouragement for every single one of us here myself included when we pray let your will be done on earth as it is in heaven do we actually mean it when we pray in every situation God not my will but yours because you know what's best for me in every situation your will be done not my so let your will be done on earth as it is in heaven I mean I mean it's in heaven it's in heaven so I want to be done Все звёзды в небе И солнце скрыла тьма Когда страдал спаситель мира Распятый на кресле Пролил он кровь за всех Проклятие грех понёс за нас Последний сделал вздох Небесный свет у нас Во гробе Божий сын оставлен Он кровь свою пролил И битву победил Разбитый силы смерть и ада И солнце скрыла тьма Одного камень Все победит, что дарут Других местах Держал Твою смерть Нас сам Иисус поспес И в глаз века разрушил Победитый Превозь не всё Навеки Посел на трон Навеки Расслаблен Вечно живой Наш Бог живой Но в третий ясный день Вдруг в закресла земля Не удержала смерть Себе И слезка От дарута небес И слазь повсюду весть Что они в Сиисус поспес Вовеки Ты вознесён Вовеки Подсел на трон Вовеки Вовеки Расслаблен Вечно живой Наш Бог живой Наш Бог живой Вовеки Вливать здесь сон Вовеки Посел на трон Вовеки Расслаблен Весен Наш Бог живой Любой Наш Бог живой charney В stories Слава Иллюзия 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 Спасенных спасенных в городе Санкт-Петербурге. Принимает. Спасибо. Я думаю, что это наша общая радость, это наше общее благословение. У нас все хорошо, Татьяна моя со мной здесь. Мы будем до 18 мая здесь, 18 улетаем обратно. Поэтому мы еще придем, и я поделюсь словом. Сегодня только приветствие оставляю. Хочу сказать, чтобы вы не волновались, что у нас все хорошо, потому что Господь живой, Он с нами. Аминь. С детьми все хорошо, милость Божья и чудо Божье. Все в церкви, все трудятся, все служат, живут отдельно уже, но на выходные приезжают в родительский дом, и все выходные мы как бы проводим вместе. Поэтому спасибо вам за молитвы и за участие. Спасибо всем, кто неравнодушен, кто финансами, кто молитвами. Вы с нами, поэтому Господь с нами, и поэтому Он действует. Аминь. Благодарение Богу, даровавшему нам победу. Вообще, друзья, вы возлюбленные. Сегодня вот уже Олег, брат наш, говорил, «А что вы так смотрите? Я сказал вам, что вы возлюбленные». Богом, царем всех царей, вы возлюбленные. Любовью вечной. Эта любовь не кончается. Это наша человеческая иногда заканчивается. А Он говорит, «Любовью вечной возлюбил тебя, и поэтому простер к тебе мою лозину». Нет? Мое благоволение, мою благую волю к тебе простер. Друзья, поэтому мы, особенно переживая вот эти пасхальные праздники, мы не можем, вообще христианин в жизни своей не может ходить печальным. Поскорбев немного, теперь что делаем? Помогите мне проповедовать, это я буду молодежь просить. Поскорбев немного, радуемся. Радуемся, друзья, несмотря где проходим. Бог наш добрый отец, скажи мне аминь, кто верит. Бог добрый отец, добрейший, добрее не бывает. Это что значит? Это значит, что любовь Его постоянно со мной. Это значит, что я в Его объятиях, и Он никогда меня не оставляет. Это значит, что Дух Святой продолжает работать внутри меня. Это значит, что я спасен, я оправдан, я искуплен, я иду к Нему, я уже посажен во Христе на небесах. Если это кого-то радует, то это радость. Потому что, друзья, к этому привыкнуть нельзя. Нельзя привыкнуть. Это, знаете, это то же самое, что подойти сегодня и сказать, я тебе 5 миллиардов дарю. Как ты себя чувствуешь, если тебе сказать, 5 миллиардов тебе дарю? Видишь, я на тебя почему-то. 5 миллиардов как будет? Зачем они мне надо? Или возьмешь? Неподдельные, нет. Но так вообще, если говорим, да? То есть, друзья, а Бог дал нам гораздо больше. Гораздо больше. Помните, к Аврааму подошли, царь Содомский говорит, забери все, что ты завоевал. Забери себе. Он говорит, я не возьму даже ремня у тебя. А почему? Мой обеспечитель Господь. Мой обеспечитель на небе. Я не буду размениваться ни с чем. Поэтому пусть Господь благословит нас. Смотрите, друзья, что я это место хочу привести. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Знаете, о чем это говорит? Ты и я, мы можем жить в победе Иисуса Христа, побеждая все в нашей жизни, побеждая любые зависимости, побеждая любой грех. Мы можем, потому что Он подарил нам как искупление, как прощение, так и победу свою. Но единственное наше положение, где мы можем это брать, где мы можем это преломлять в свою жизнь, во Христе. Во Христе мы богаты. Во Христе мы оправданы. Во Христе, во Христе мы богаты. И на всякое доброе дело, и вообще богаты. И не важно, сколько у меня в кармане сегодня. У кого-то 20 долларов в кармане сегодня, он говорит, какой я богатый, у меня 20 долларов. Ты богат Иисусом Христом. Ты богат, потому что ты уже на небе посажен. Ты богат, потому что ты не размениваешься на эти бумажки, или сколько у тебя их в кармане. Ты просто богат, у тебя душа богата. Почему? Потому что Господь спас. Господь взял в свои объятия, и Господь ведет по этой жизни. Друзья, поэтому радость наша, она должна никогда нас не оставлять. Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Всегда радуйтесь, всегда будьте довольны. Почему? Потому что у нас самый благословенный, самый добрый, вечный Отец на небесах. Мы будем к молитве подходить уже. Я хочу Роману проповедь вспомнить, да, первую. Вторая проповедь была, будьте как податливой глиной для того, чтобы Господь мог лепить из нас то, что хочет. Значит, первая была, что Иисус как Учитель, и мы часто принимаем Его как Учителя. Вы знаете, друзья, вот говорим о Пасхе, я сейчас еще коснусь этой одной мысли. Говорим о Пасхе, мне всегда нравится. Я когда пасхальные времена приходят, я всегда вспоминаю это. Вы помните, друзья, что Иисус несколько раз после Своего воскресения являлся и был неузнаваемый. Помните это или нет? Там не узнали, здесь не узнали, и ученики в Эмаус и шли, не узнали Его. Несколько раз. И Он был неузнаваемый. И казалось бы, Господи, почему? Почему Ты неузнаваемый? Почему Ты узнал, ну, они узнали Тебя только при преломлении хлеба? Почему они узнали Тебя там в других обстоятельствах? Почему Ты был неузнаваемый? Знаете, для чего, друзья? Чтобы сегодня Он был узнаваемым в каждом из нас. Чтобы никто нигде не сказал, вот там Он узнаваемый только был, туда надо ехать, и там мы можем Его увидеть и созерцать. Нет, Он был неузнаваемый, чтобы быть узнаваемым через каждого из нас. Посмотри на того, с кем сидишь рядом, посмотри. Там есть Иисус, узнаваемый Иисус. И рядом иногда, друзья, кажется, что вот я так ловил себя, знаете, на том, кажется, что надо подойти к служителю, еще к кому-то там, чтобы помолились. Здесь рядом есть человек, который носитель такой же Христа, такой же носитель Иисуса, который может помолиться, чтобы ответ пришел. Поэтому пусть этот неузнаваемый Христос, который был тогда неузнаваемый, для того, чтобы быть узнаваемым сегодня через нас, благоухание, познание о себе распространяет через нас на всяком месте. Аминь, друзья. Благоухание, не парфюм хороший, я не против этого, лучше парфюм и лучше хороший, но благоухание – познание о себе. Вот это мы тогда приходим к первой проповеди Рома, когда говорил, что Он как учитель. Нет, познание, друзья, учитель – это знание, но знание и познание – разные вещи. Если мы знаем Его просто, если у нас голова большая вот такая вот от знаний, толку нет. Знание – это просто информация. Познание – это то, что я уже прохожу в моей жизни, то, что я на практике в моей жизни делаю. Это познание, которое меняет меня, которое приносит больше, больше и больше Царства Божьего внутрь меня. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы не просто знали, познавали Его. Посмотрите, как мы здесь сказали, да? Ну, я не буду читать еще одно место, я боюсь, что я зацеплюсь, это будет долго. Потому пусть Господь поможет нам ходить в радости. Нам не от чего быть печальными, особенно здесь, в этой стране. Какая печаль? Радость всегда, благоухание, познание о нем мы распространяем вокруг. Это мощнее, чем любая проповедь. Это мощнее, ты в духе делишься тем, кто живет внутри тебя, тем, в ком ты сокрылся. Ты духом делишься, ты передаешь это больше, чем просто вот встать и говорить о чем-то. Просто как знание. Когда есть познание, когда есть жизнь с Ним, когда есть близость с Ним, когда есть влюбленность в Него, друзья, влюбленность в Него, тогда вся жизнь меняется. Тогда, как апостол Павел говорим, «Для меня жизнь Христос – смерть приобретения». Тогда говорим, я все почел счетою и все почитаю за мусор вокруг себя, чтобы познать Его, чтобы приблизиться к Нему ближе, чтобы узнать Его больше. Павел подхватил это, друзья, Павел подхватил эту любовь, он влюбился, он в этой любви ходил. Этой любви я хочу видеть в себе больше и хочу видеть в каждом из нас больше, хочу пожелать каждому из нас больше. Когда мы ходим с этой любовью, мы распространяем благоухание Его Царства, мы распространяем благоухание Его любви, Его святости, Его прощения, каждого качества его характера. Он распространяет это через нас. Да будет так во имя Иисуса. Аминь. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты распространяешь свое познание через нас и благоухание, Господь, свое через нас. Господи, помоги нам быть, как мы уже сегодня слышали. Помоги нам не выбирать Тебя спасителем. Помоги нам выбирать Тебя как господином. Единственный господин нашей жизни, которому принадлежит все. Господи, потому что так или иначе Ты дал нам все. Помоги нам быть податливой глиной в Твоих руках. Господь, помоги нам, чтобы Ты мог лепить из нас то, что Ты хочешь. Помоги нам не противиться. Помоги нам, Господи, не отходить в сторону, не отказываться от этого. Лепи из нас все, что хочешь, Господь. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое живо, которое действенно. Благодарим Тебя за молодежь, за Дух Святой, который Господь через них сегодня учил нас и через псалмы, и через проповеди, и через все, что мы здесь слышали. Господи, помоги нам ходить в радости. Помоги нам ходить в Твоей любви. И помоги нам распространять познание о Тебе и благоухание Твое, Господь, вокруг нас, где бы мы ни находились. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но и спаи нас под руками. И в Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Оставайтесь на ногах, мы идем к заключению нашего служения. На этой неделе мы будем молиться за семью Ковальчук, Александра и Ларисы. У них четверо детей, девять, ну, возможно, уже больше. Ковальчук, Александр и Лариса на этой неделе в молитвах наших. Также напоминаю, что классы для тех, кто будет принимать крещение, водное крещение, будут сразу после окончания служения. Также просьба родителей, чьи дети будут принимать крещение, что вы остались тоже. Подойдите сразу тоже туда в класс. Мы благодарны Богу за это служение, благодарны молодежи. Пусть Бог благословит молодежь нашу, детей наших и нас всех. Давайте мы закончим наше служение благодатью. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Да благословит Господь. Английское служение в 4 часа, также в пятницу у нас служение. Не забывайте, приходите. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...